МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин регионов студии Алена Милищанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Больницы региона скорочают плановое лечение операции и переводят отделение у ковидные. На Могилёшине уздым захворванием на коронавирус. Шарах аптек предприемства фармации повелечили режим работы. В Гандлёвом центре у Могилёве товариство червонного крыжа установило скрыню для сбора теплого одения и обудку. Больницы региона скорочают плановое лечение и операции, обмяжевывают работу дённых стационаров и переводят отделение у ковидные. Уздым в острых респираторных захворваниях и коронавируса региструют на Могилёшине. Могилёвская областная клиничная больница не является основным коронавирусным шпиталем, однако и тут есть червоные зоны. Реоматологичное отделение теперь не працует только по профилю, как и его врачи. У нас уже есть опыт работы с такими пациентами. Мы практически целый год отработали в прошлом году, когда была вторая, третья волна. Ну, какой-то опыт имеем. Поэтому в данной ситуации мы тоже оказались на передовой наряду с другими нашими тоже переквалифицированными отделениями. И пока занимаемся этой когортой пациентов. К сожалению, приходится констатировать, что количество пациентов с ковидной инфекцией резко за последние дни увеличилось. Мы вынуждены были перепрофилировать 4 лечебных отделения. На сегодня задача адекватно сустроить новую хваль эпидемии. Для этого повеличивают команду, урачи меняют квалификацию на инфекционистов и заступают в дежурство. Выезжают больше контактных групп. Однако, как кажут облаконками, спрагнозовать, сколько пациентов складано. Это обумовлено в тем лику и черги в поликлиниках и заполненные отделения в стационарах. Сначала настроение о том, что мы не будем вакцинироваться, а потом панические настроения лечить и нас, собственно говоря, частенько и вызывают ажиотаж в лечебных учреждениях. Приходят в течение часа 20-25 человек. А для того, чтобы принять одного пациента, необходимо хотя бы 11 минут, а лучше 20, для того, чтобы полностью побеседовать и узнать, то, естественно, формируется очередь. Для этого на сегодняшний день мы выставляем дополнительные силы из врачебного и сестринского персонала, для того, чтобы определиться с проблемой, которая возникает от человека и решить его в том или ином уровне. Перепрофилевание отделения у ковидной, потребую и выполнение пауных умов, тым, лику и наявность кислородных кропок. В ходу областной клиничной больницы пошла працавать новая кислородная станция. Медики протягивают узброиваться для борьбы с ковид и сподяются, что жихары так само допомогут себе прозвакцинацию. Катярына Городницкая, Миколай Соболев, Новины региона. У в области на 2-3 месяца створенный запас лека, у якекоры ставятся наибольшим попытам у сезона расповсюдживания в острых респираторных инфекциях. Про это поведомили у Могилевским предприемстве «Фармация». Опасность составляет то, что у человека коронавирусная инфекция и сезонный грипп, они могут сочетаться. Поэтому необходимо соблюдать комплекс санитарно-гигиенических мероприятий. В аптеках Могилевского «Фармация» создан неснижаемый запас на 2-3 месяца наиболее востребованных лекарств для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. У наявности у широким астротементе и сродки индивидуальной обороны и антисептики. Для зрушенности покупников шерых аптек продолжили режим работы до 10-11-1 вечера. Разом с тем у Могилеве-Бабруйску есть круглосуточные дежурные аптеки. А кроме того, фармацевты пропонуют жахарам корыстаться бесплатной послухой резервования необходных леков. Можно также зарезервировать необходимый товар в любой удобной либо ближайшей к дому аптеке через сайт предприятия. Прийти в удобное для посетителя время и оплатить товар при получении. Зарезервировать необходимое лекарство можно также по единому номеру справочной службы 169. Фармацевты звертают увагу. У каждой гандлевой зале аптеки у наявности сродки для опрацовки рук. При у выходе просить не забывать выконовать эту процедуру, обовязково заховывать дистанцию и памятать про масочный режим. Татьяна Сергеевичек, Миколай Соболев, Новины региона. Протяглая даже на минулом тыдне скорректовали график работы аграрию. Кабу кластися, у отведенные термены хлеборобы Могилешины сеют азимы збожживая и днем, и ночью. Аграры одолили більш запалову поселных площав. Нарыши селета азимы клин знов повялечили. Як показала практика, гэтая культуры дают больше рожаю. Александр Ермаков сельско-господарцы с 16-ти годов тому до сюрпризов на двор язвыклый. В оси селета график работы скорректовали вироснёвские дожжи. Надо все вовремя сделать, чтобы наш урожай хороший. Конечно, поводные условия нам не позволяли, сейчас стояли неделю, даже больше. Сейчас будем стараться и в ночные ячмены. Конечно, ночью сложнее, потому что надо смотреть, чтобы с маркёра не сбиться, след не потирать. Гэтая поля господарки АСБ Агро-Тятерына на полову засеяли азимы пшаницы и зараз у поселных грыгат отправляются тратикали. Три единицы у нас каждый день задействовалось на успашке. Ну, сейчас, похоже, не стали, уже, конечно, уклиниваем все по севу. Ну, и решили в сжатые сроки выселить, организовывать две смены, у нас выбора нету. У структуры круглянских палев азимы у приоритетии только за последние три годы азимы с Божьевы клин повеличился больше, чем на 20%. Мы на себя взяли более повышенное обязательство. Хотим довести сев азимых структуры зерновых до 75-80%. Соответственно, у нас уже посеяно более половины запланированных площадей. И, я думаю, мы закончим в течение этих 7-8 дней сев. Сяуба азимых на Могилюшине пересягнула экватор. Что дня перед аграрами стоит задача сеть, прикладно, 12-14 тысяч гектаров. Особливая вага азимы сяубе оправданная. Мы имеем на 5-8 центнеров урожайность азимых зерновых культур. И эта задача поставлена главой государства. Урожайность выше азимых культур, чем яровых зерновых культур. И, конечно же, мы пошли на увеличение посевных площадей азимого клина на 12%. По некоторым районам немножко больше, по некоторым меньше. И это дает свой отпечаток. Мы 210 тысяч гектар должны и обязаны посеять. Сяубуа зимых аграрей в области повинны скончить за тидень. Юлия Нашликова, Денис Жавина, Новины региона. Допомогчая тримает теплые речи тем, кто у этого мает потребу. Доброчинную акцию у одним из гандлевых центров Могилева проводит Могилевская областная организация Товариства Червоного Крыжа. Но в охоте у гандлевый центр, что у микрорайоні Казимировка, стоит скрыня допомоги Товариства Червоного Крыжа. Поставили ае, ка б Могилевчане смогли допомогчить им, кто зараз мает потребу. Например, у оденни и обутку. Як правило, это для шмадзетных семья. Здесь у нас и теплые вещи, допустим, штаны. Здесь у нас и теплая осенняя обувь. До того, как принять удел у акции, потребование только одно. Реши повинны быть чистыми и в добром стане. Я собрала, взяла какие-то вещи у сестры, какие-то со своего ребенка, какие-то свои. Дома нашлось очень много обуви, которая в очень хорошем состоянии, но по каким-то причинам я ее уже не ношу. Детскую обувь, вот, пожалуйста, она тоже в достаточно неплохом состоянии. Все, что вы совершите, вернется обязательно к вам в двойном размере. Люди, которые обращаются к нам, в основном это многодетные семьи, неполные семьи, у которых очень много деток. И детки эти действительно нуждаются в одежде и вещах, особенно это теплые вещи, согласно сезону. Это обувь, куртки. Поэтому всем могилевщанам, кто приносит вещи по сезону, огромные слова благодарности. Девизы акции просто допомагаем и допомогчи соправдиня складана достатково принести теплые вещи, якими вы не користаетесь. Надяй Мяшкевич, Юрий Ауласов, Новина региона. 45 новобранцев Могилевского областного кадетского училища приняли первую в своем житти присягу. Теперь хлопцы официйно лечатся кадетами и могут с гонором носить форму. Я ни капли не пожалел, мне здесь очень нравится. Здесь классные учителя, классно кормятся, все здесь классно, отлично. Сегодня вы принимали присягу, что для вас это значит? Значит, то, что для меня уже я пролаживаю себе путь вперед, и в будущем хотелось бы стать каким-нибудь офицером. Мне понравилось здесь месяц. Я считаю, что здесь ничего сложного нету, главное только слушать своих командиров и начальников. Батьки кажут, что и для их это особливое свято. Мой сын поступил на первый курс в восьмой класс, скажем так, будет дальше учиться в школе, но в военных сапогах, и меня это очень радует. Почему вас это радует? Ну, во-первых, радует, что здесь дисциплина, порядок, которого дома добиться, ну, крайне сложно. Мы как-то просто разговаривали, я не знаю, посмотрели, что ли, фотографии в интернете. Ему понравилось, ну, это было после шестого класса, мы еще год ждали. Он это сам, сам захотел, это его было личное желание само. Ну, вот, захотел и не жалеет. Вы поддерживаете? Конечно. Курс молодого бойца хлопцы подшали 23-го жнивня. Месяц быхованцы не были дома, и вот, когда официально стали кадетами, первое звольнение. Мы на сегодняшний день находимся в лидерах среди кадетского образования нашей страны по поступлению наших ребят, выпускников, в высшее учебное заведение системы обеспечения национальной безопасности. Вот, ну, кадеты очень сильно отличаются от простого, наверное, школьника, ну, наверное, прежде всего, это говорю, потому что они очень близки мне. Амаль, 80% выпускников кадетского обучили, что связывают свое жице с Министерством внутренних справ. По традиции на просягу завитали и выпускники этого года, и они пожелали успеху молодому пополнению. Сергей Пеклин, Виталь Алексеенко, Новины Регимона. Свято-вески отбылось у Козелли на Краснопольщине. Узнагороджение лепших працанников за досягнение и добрые справы. Святочный концерт и выставы – усел до уваги жахару Козелля, для каких поспехово завершился яшедин сельско-господарший сезон. Проведение свято-весок стало традицией Краснопольского района. Сегодня в гости к местным жителям приехали артисты районного дома культуры. Придут руководители предприятий и организаций, чтобы разделить этот праздник, чтобы поздравить и поблагодарить людей за то, что они живут на этой земле. Свято-вески рубятся для того, как поддякывать людям за працию и добрые справы. У Козелли свято организовали на территории мясцового учебно-педагогичного комплексу. На выставе в Учневске досягнение а так само мясцовое просмаки. Буни в ипадковах этими днями отзначают народное свято у Раджаю багач. И такие праздники деревни очень важны, потому что малая родина она всегда в сердце у каждого. Я 60-х годов тому подавалось, что Краснопольщине так и не оправится от наступства у Чорнобыльской авары. Люди выселялись, а району погрожало без люди. Однако краснопольские вёски живут и сирот их козелли. Тут две с половой сотни жихару, которые работают на земле и тримают подсобные господарки. Старый женщина Василь и охотно думцы клопотятся про доброупородков невёзки и моральности и жихару так само. Из-за того, что тут живут и молодёжь, и дети, деревня живая, ещё у нас планируется в следующем году мы ожидаем всё-таки пуск газа. Я думаю, с этим у нас ещё лучше станет жить в деревне. У традиции козелья великие семьи межмодетные и она заховывается и теперь и в мясцовой школе 59 вучнив и 6 малых. Это самая буйная установа эдукации сельских в районе. Но сельскую молодь всё-таки вабит городы, где больше махчимостей для эдукации карьеры. Однако все молодые люди обещают не забываться на вёск участей проезжать и махчимо вернуться на малую родиму. Желаю этим детям хорошо учиться, никогда не болеть, вспоминать о нашей школе. Желаю жителям деревни Козелья быть дружными мирными людьми. Илона Иванова, Юра Уласцу, Новина региона. Интерактивная выстава «Партизаны Беларуси» открывается в Могилевском Державном университете имя Аркадия Куляшова 29 вересня. У её основе интернет-проект Выдовецкого дома «Беларусь сёння», Национального архива Республики Беларусь «Партизаны Беларуси» и Беларусского Державного архива кинофотодокументов. На этот момент в базе интерактивной выставы «Партизаны Беларуси» больше за 180 тысяч электронных карток «Партизан». Я не включаюсь фотокопию документа, персональные данные, боевый шлях, информацию об узнагородах конкретного «Партизана». Студенты-выкладчики высшейшей навчальной установы смогутся знайомиться с экспонатами часовья лекарственной войны. Центральным объектом выставы з'является интерактивный стенд, с допомогой якого каждый наведленник зможе знайсти своего героичного протка. С початком навчального года экспозиция притягнет подороже повышейших навчальных установах. Она уже проходила в областных и районных центрах. В облачной с прояснениями без опадков прогнозуются синоптики Наси Раду. С этого дня на Могилевшине усталюется односное потепление. Хотя у нас мягчимы заморозки до минус 1 градуса. А у день прогнозуется до плюс 15. Самые актуальные новины в области на сайте ТВРМГЛОВ. КРОПКАБА и так само в группах в социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Беражитесь обе. До встречи.